Водители-дальнобойщики, которые пришли на митинг, уже боятся садиться за руль. Кругом говорят штрафы, различные доплаты и так далее. А если вдруг зафиксируют перевес, то рейс вообще может обойтись в минус. Я заплатил 100 тысяч штрафов. 150 килограмм перегруза у меня было на ось. У меня нет своих весов. Бывает ошибка вообще. Такие драконовские штрафы. Теперь у водителей фур прибавилась еще одна проблема – платон. Эта система занимается сбором плат из грузовых машин за проезд по федеральным трассам. Павел Евсеев, дальнобойщиком, работает уже 15 лет. Он уверен, что нововведение отрицательно скажется на жизни всего населения. Вся страна почувствует все это на себе. Правильно сказали, что каждое повышение отразится на простом человеке. Деньги будут взиматься с перевозчиков, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. Счет возмещения вреда дорожному полотну. Почти по 4 рубля за каждый пройденный километр. Все это отразится на росте цен потребительских товаров. А пока дальнобойщики по всей стране выступают против изменений, компания «Инициатор» занимается подготовкой. В рамках системы сбора «Платон», то есть «Плата за тонны», водителям грузовиков планируется передать в пользование порядка 2 миллионов устройств, которые позволят контролировать перемещение по федеральным дорогам. Кроме того, установить около 480 стационарных рамок контроля и 100 мобильных комплексов. 50% акций принадлежит сыну бизнесмена Аркадия Ротенберга Игорю. Именно его компания разработала систему «Платон». Как сообщала газета РБК, контракт сроком на 13 лет предполагал общие затраты компании в размере 64 миллиардов рублей. Из них 21 миллиард – стоимость Платона. Остальное – ежегодные расходы на его поддержание. При этом государство в оплату услуг обещало 11,5 миллиардов ежегодно, то есть 150 миллиардов рублей за весь срок. Собранные государством средства будут направлены в Федеральный дорожный фонд для ремонта трасс. Правда, до 1 марта следующего года правительство сделало послабление для транспортного бизнеса, то есть пока дальнобойщики будут платить по полтора рубля за километр. Ну а после цена вырастет до трех рублей. Альберт Меншин, Максим Галимзянов, Эфир-24. С понедельника по четверг в 23.30 на телеканале Эфир.